привет друзья с вами его свежий выпуск вашего очередного сериала и за кадром осталась пошлая шутка которая смешила станислава ведь он сидит улыбается привет все-таки чувство юмора качается как-никак как дела станислав как прошла той недели все отлично все супер да расскажи вернее спроси тему я тебе скажу просто много всего прошло сейчас вот у нас в гостях паша мой первый заказчик можно посмотрите да серьезно самый самый паша он сидит смотрят ну-ка зайди привет он не слышал привет пониж спустись все он бьет павел мы пока до рассказываем он слушает с ним обсуждаем интересное него очень интересная тема не для эфира ну ладно хорошо слушай а как вот скажи есть в дизайнерском архитектурном дизайнерском бизнесе какие-то тип горячие месяцы холодные вот сейчас чего для тебя вообще традиционно все хотят въехать на новый год декабре достаточно много всего и начинают всегда в марте я думаю и на 1 сентября еще хотят все въехать вот в общем весна такая горячая и начало зимы то есть тоже ну вообще все время есть заказа нет какой-то сезонность если ты про это я понял скорее больше хотят зафиналить к какому-то сроку вот это да я понял слушай меня еще есть свой вопрос а бы тебя бывает такое что тебе приходит клиент и говорит станислав слушай вот ты можешь прям прийти на середину проекта потому что у нас все разваливается все плохо ты можешь перехватить бывает такое да бывает ну обычно мы такой не берем потому что мы всегда говорим можем зачеркнуть и все начать заново потому что так очень сложно делать чаще всего если на что-то не срослось то она не просто так не росло с не срослась потому что все не так ясно да то есть типа весь ты придешь что ты еще старый выкинешь и сделаешь нуля ну чаще всего да потому что начинается он с планировки все очень редко планировка это 90 процентов на успеха до чаще всего в нее проблемы заключаются надо ломать переделывать но сейчас у нас маленькой италии у нас здесь еще один дом человек купил его готовый и там уже кто-то сделал стяжку штукатурки стены построил все общем сделал приходится все ломать потому что это уже никуда не годится не подходит мне современная и очень странная планировка сейчас оставили почти 200000 что просто тупо вынести все что было сделано разломали и выкинуть ясно я понял но у вас в богатых людей свои причины ну а как еще я воню поешь ты же не будешь экономить 200000 там стоимость двух айфонов до что потом всю жизнь жить в какой-то непонятной теме это правда японцев еще так я люблю японию туда частенько езжу японский даже немножко говорю на это сейчас я немножко выпендрился ну вот а у них когда они дом покупают какой-то они тут же его сносится строит новый а ты уже рассказывал да 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 что земля там дешевая да я дождь и отвечал что на рублевке то же самое в японии интересует лишь хотел съездить конечно прикольно если еще одна байка про японию есть давай я старик короче понятно а знаешь так что там с кем сидишь сидишь он как бы рассказывает там по второму по третьему раз да как дед вот как дедушка знаешь типа дед хво я слышал уже так вот я сорок пятом под рейхстагом кто его налил вот сегодня слушай у есть немножко читательских вопросов раз у тебя приятные гости у меня немного вопросов поэтому сегодня быстрее закончить как стоматолог сейчас веду смотри спросили станислав вы рассказывали о том что презентуете клиенту вместе с проектом красочную книгу а как вы это печатаете кто все это верстает что за книгу это наверное альбом имеется ввиду альбом технического задания скорее всего это альбом технического задания кто верстает у нас есть готовый шаблон на специальность тратили наверно сто пятьдесят тысяч примерно я тратил на то чтобы создать такой шаблон для чего для того чтобы он был сделан классно качественно и соответственно туда скидываешь все картиночки там невозможно ни влево ни вправо поэтому все дизайнеры даже не являясь графическим дизайнером все это составляют мы называем этом концепцией и эта концепция как бы она показывает работу он стоит 20 процентов бюджета ну как бы видишь человек подготовился да имеет смысл тут вложиться потому что на основе этого альбома потом делается и дизайн и визуализация вообще все если потом там клиент сказала я там этого не заказывал ну собственно там будет все описано если будет там конфликт какой-то вдруг или там недопонимание то есть задача этого альбома она двоякая с одной стороны там ну конфликт и манипуляции избежать с другой стороны как бы понять что то что ты заказываешь она действительно здесь поэтому имеет смысл туда вкладываться стоит такой альбом в производстве тысячи двадцать двадцать пять что в принципе ну нормально и до его стоит делать 15000 стоит изготовление само физическое и примерно наверно тысяч 10-15 также стоит работа дизайнера который подберет референсы все соединит до этого это одна из самых лучших вещей которые мы внедрили и которые вот я придумал с которой тоже я горжусь очень сильно потому что как только мы это сделали стали согласовывать очень быстро с первого раза он паша я делал четыре варианта салона красоты вот и уже измучился я понял тогда не было такого альбома я тогда не знал и потом в итоге в итоге короче я не мог согласовать и этот самый мы сделали из журнала какого-то в общем я сделал дизайна ваш потом говорит вот смотри ты чё-то с чужого журнала сделал я году уже другого не мог придумать отрыва появился нужно говорить правильно референс как-то так я и сказал да но ничего нормально отработал и работать до сих пор в берлине вот есть всякие архитектурные студии которые занимаются дизайном в том числе и у них есть у всех фишка они все ст когда клиенту презентуют например дом они делают такой макет дома из какой-то папье-маши я не знаю и то есть это прям обязательно нужно чтобы клиент посмотрел покрутил вот эту штуку в руках а потом они все ставят студии на на полке у них все заставлено такими штуками классно дань его эшкета чем больше ты взаимодействуешь или клиент тем лучше но что никто не хочет платить за какие-то виртуальные на ипаде давай покручу но ты с пинтерест из накачал а если у тебя макет или если у тебя там какие-нибудь виртуальные очки ты походить можешь все это все на эмоции рассчитано нормально это как продающий презентации это хорошо работает где понял хорошо спасибо поддерживаю вопрос стас а у тебя есть какие-то фишки или секреты связанные с переговорами поделишься да есть ну как секреты фишки просто я научился один раз понял как это работает занимался персонально с очень хорошим специалистом ну как не занимался всем помогал книгу писать он мне там давал советы и пока я писал книгу я все это понял систематизировал и применял вот поэтому ну да да какие что за машин какую-нибудь фишку рассказать но фишку же они просто так то есть эти либо систему счастью расскажу в целом там достаточно просто тебе нужно всегда понимать задачи кто того кто перед тобой и твои минимальные возможные на что ты можешь минимально спуститься на переговорах и дальше ты просто ведешь переговоры опираясь на то что тебе надо это что ему до объясняя спрашивая позиция ну книгу можно почитать на какой-нибудь типа искусство войны или что-то там это все описано я не читал сам но скорее всего я слышал потому что там примерно такое задавай какой-то конкретный вопрос я тебе как бы отвечу сразу же но это не вопрос но я когда понял и я бы его скорее уточнил сам слушай а вот бывает был ли бывало ли ситуации когда твой клиент либо партнер ну другая сторона был прям опытным переговорщиком это прям чувствовал да конечно это самое лучшее один раз я записался к коллеге вот человек с которым мы работали в общем они продавали упаковывали продавали бизнеса вот он мне позвонил игру здравствуйте я вот вам звоню потому что вы очень сильно похожи практически зеркальность человека которого я знаю то есть вообще практически копия игру выйти по близнецы вот ну так поржали посмеялись в принципе нормально вот нет я просто тем же самым занимаюсь ну поговорили да он был очень опытный и давайте слушайте те какие-то вопросы если есть давайте просто помогу м кита задал то что меня интересовали он не ответь братский да 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 вот именно так то есть это самое лучшее да когда всех друг друга понимают всем все ясно и все супер у него кстати книга есть а потом книгу покупать еще не прочитала хорошо напомнил купил книгу не прочитал если так делаю кстати а как еще по складирующих потом люди те в гости приходят видят те много книг на что умный да но я электрон за начал вообще лошара блин слушай электронную да не торганешь это проблема но может я договорить я хотел потому что если он мне помог посоветовал дату всегда можно книгу купить вот где мы книг это уже где мой продакт placement вот значит кто хочет кому нравится наша передача можете купить книгу и вам полезно и автору приятно а сколько тиражей ты уже реализовал два ну как тиражей у нас тираж там 2000 экземпляров ну вот в принципе должны ну скоро будем следующего пускать заканчивается уже два тиража твоих книг продать это можно квартиру чипаться купить можно так что а можно не покупать это будет самым правильным решением это правда да как человек которого есть квартиру чипаться я считаю что ты чё не продал слушай не знаю она там мама издает ну то есть получать деньги с этого я в самом деле бы еще одну купил маме бы чтоб на пенсию короче бабы у него был бизнес по аренде квартир ты бы лучше книгу написал и на книге она больше заработала чем началось вот опять этот инфо-цыган прямо с кибер медведем практически да я не дам тебя себя хмурить я уже человек привитый можешь сказать как спутником я бахнулся поэтому я на твои действия не действует мало вопрос в минимальной до комплектации так бы мог порадовать понятно слушай хватит капать на совесть станислав вам предлагают менторство за долю в компании вы бы согласились на такое да нет какая-то фигня по моему зачем это надо ну то есть доля в компании которая не работает ну наверное ну то есть смысл какой не очень понятно вообще не ясно дима ну как смотри я бы согласился на какое-то выгодное предложение меня вот часто спрашивают давайте какой-то партнерством входить и давайте а в чем суть партнерства чаще всего он заключается в том что давай вместе придумываем какую-то схему и типа я еще сделаю я еще рекламу дам и типа зачем мне это надо и вот какую-то долю получишь от какой-то чужой компании моей как документально вообще все это человек не продумал он хочет объект продумал и куча вопросов которые он еще не умеет не знает то есть какая-то скорее всего фигня то есть я бы никогда в жизни сам не пригласил кого-то там свою компанию там как ментором за долю я скорее закупил консультацию если ты как бы уверен в себе и в своей компании те выгоднее просто тупо заплатить человеку за консультацию 15 20 там 100 150 тысяч на сколько надо заплатил при бы пригласил его там как работать там как коучинг например тебе это выгоднее будет зачем тебе долю отдавать заплатим 500 тысяч и все потом сам миллиона заработаешь зачем тебе делиться непонятная схема возьми в банке в банке дешевле ну как бы кредит взять я у тебя возьму если мне потребуется что на очередную камеру доложу тебя денег в очередной раз если не потребуется на очередную камеру я тебе с удовольствием дамы ты заработать можешь мне кажется мне кажется река создаешь впечатление человека который в состоянии заработать это прямо это самый крутой комплимент за последние 15 лет примерно это мне скажи что я умный вот это угрызти дня даже до деньги можешь принимать если да так еще такой вопрос скажите станислав какой максимум развития студии дизайна интерьера 100 дизайнеров штате офиса по всему миру комплекс работ от коврика до высотного строительства каков потолок или емкость нашей ниши но он безграничных принципе я слушаю не давали за нормально отвечать на правда ну ты расслабился безграничный но но значит ну подожди а что чем-то ненормальный ответ ты можешь никто не мешает по всей даже не стране по всему миру продавать дизайн почему нет кто тебе мешает ну блин слушай это такой абстрактный ответ ну правда знаешь как какой ответ ну подожди а что ты хочешь сказать нет ну хорошо давай так отвечу что вот вам в вашем городе только вот только вот 20 клиентов больше нельзя брать ну что я не понимаю давай так что странные не мои что ограничивает я не понимаю схему по которой ты можешь работать в любом городе в любой стране я вижу ты просто даешь рекламу ты показываешь продукт если его покупают то ты делаешь дизайн и в чем в чем проблема я не вижу 0 проблему ты знаешь такой типа вопрос а вот скажите а сколько вот мне не знаю там блюдо или там сколько мне количество там вина можно попробовать ну сколько хочешь только попробовать сколько у тебя будет бутылок только попробуешь разных чем ограничено ваде дегустационные этот самый портфель да ничем не ограничен ой слушай вот это кстати вот очень опасный как мишленовский сторон пойдешь веришь винный пейринг а там допустим 11 блюд 11 сет из 11 смен и каждому льют винище ну да вот а в к некоторым блюда например там в тим рау и она разделяется на три и у каждому по бокалу ставят на стол и в итоге ты к половине ужина ты уже наклюкался это самокарешно наклюкался в мишленовском ресторане да да или такой блин ребята можно поменьше лить я уже правда не могу они такие нет это нужно вот водочки вам еще можжевеловой и и нет но если если заплатил сколько там евро 200 300 ты плать что будь до конца сколько стоит и правда собраться нужно да и пить как последний раз стат слушай а вот например расскажи немножко про свою студию почему ты например не выходишь там не европейский рынок есть проекты в америке даже помню а почему они не может набираются до этого что берусь просто я туда фокус внимания направляю у меня нет задачи именно студию развивать некомфортно у меня студия нужна для проверки гипотез и для того чтобы это все работало то есть у меня небольшой штат компания и мы вот как бы этим занимаемся тем чем нам интересно 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 проекты у меня больше фокус на другом у меня исследования с написания книг создание документации и я больше хочу сейчас вот чем я заинтересован это создание системы по созданию компаний я умею меня система по созданию системных компаний чужими руками то есть мне вот это больше интересно делать вот соответственно когда я это часто делаем не выгоднее взять менеджеров объяснить им как это делается из-за доли в компании примерно вот как раз за 20 процентов от прибыли вот я буду развивать но я буду не только свою компанию развивать я разобью ее на разные стили на разные направления возьму нужное количество менеджеров сейчас все упирается в количество менеджмента на что я не своими руками full time не хочу делать футами за ним другим чужими руками не могу до конца потому что нужна система как это делать то есть сейчас когда я систему до создаю она работает то есть она у меня работает и тестировал вот я в общем очень как бы фундамент строю детальная потом ну как бы старту и еще у меня концепция такая что не надо одну какую-то тему растить там супер мне выгоднее на что много 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 разных и ну как бы получается лучше там 100 компаний по 100 тысяч чем одну там многомиллионную то есть я правильно понимаю что твоя студия это типа лаборатория каких-то выходей но в принципе да но она как она работает я не трачу понимаешь его допустим что сейчас чтобы его растить нужно рекламу давать нужно вкладывать нужно для этого чтобы кто-то этим занимался кто-то менеджментом должен этого заниматься должен быть продажник какие-то штат растить бухгалтерии зарплаты все остальное вот а так сейчас я один ко мне заказы приходят потому что там видео это посмотрит подумают что-то нормально потом зайдут на сайт посмотрит то есть у меня очень низкие расходы и очень высокая рентабельность если я буду растить все это дело больше то у меня будет много дополнительного шума вокруг то есть время потребуется больше а доходы будут те же а зачем ну то есть зачем меня свое время драгоценное убирать на это непонятно я была бы цель окей но цели как бы такой пока нет в общем я другим сейчас занят и мне нравится тем чем занимаюсь я думаю что как бы развив свою студия повлияют нам ну там насколько на 100 человек например да там за 10 лет создам там дизайн или еще что-то создав систему я нам на 1000 или даже на миллиона повлияя это вот человек но слушать к вопросу чем ограничено ну как бы область влияния бизнес тем как бы на что-то скольки людей ты можешь повлиять создав систему по книге допустим который мы сделали я могу на тысячи людей вот у меня же книга и уже купили там 2000 человек не просто так это профессионал профессиональной литературы по 3000 за книгу то есть по-любому уже влияние минимум даже если кто-то не прочитал минимум 1000 человек по ней как будто будут работать потом еще кому-то передадут это уже очень круто слушая чего-то вид влияние на греет тебя или как ты же это просто доставляете удовольствие но да мне нравится то есть кому-то нравится смотреть как вот он ресторан создала мне нравится как я создал систему она влияет на сотни людей что они тоже создают свои студии то есть это как бы это приятно ну и второе что это в целом деньги приносит помимо того что я распространяю свою как бы концепцию те люди которые читают понимают что я как бы соображаю и приходят ко мне по разным вопросам на обучение на проекты заказывают ну то есть то есть это как бы такая как бы и реклама и удовольствие это вместо прямой рекламы вот это как бы вопрос я вкладываю больше в систему нежели в google и facebook на рекламу я понял слушай отдай мне долю в нашем совместном видео продакт как бы нашли я должен 20 процентов мне кажется должен иметь доходов когда вы получите этого видео да как ты дохода следишь давай если ну мы попросим если вы пришли с этого видео кистали клиентом станислава то скажите как волшебное слово и тогда сергей красавчик скажите и тогда слушать смотри смотришь мне над этим можно подумать на нужно какой-то конкретный план предложения систему отслеживания ну как бы вот это все потому что также я могу тебе сказать тоже сергей если кто-то видео посмотрит и увидит что там ты редактурой за ним я готов пожалуй вот на веке нужно какое-то как бы не предложение а систему создать если ты создашь мы ее рассмотрим и договоримся я думаю я только за давай договорились слушай прекрасно я его даже в прямом эфире я как бы плюс и минус вот сказать да давай я напишешь почему нет да давай а мы кстати можем следующими дочери разобрать вот будет маленько потому что есть ряд вопросов до который позволяет как бы тебе эту тему расширять я только за потому что кто час я маме позвоню говорю мама слушай мама у меня бизнес мама состоя с москвичом открыл бизнес единственный момент только квартиру надо твою это самое продать чтобы в рекламу ваш дом продавай квартиру вкладываем бизнес и станиславом спасибо короче на карточку скоро скинет не давай интересная идея я за любую движуху почему нет прекрасно прекрасно блин хорошо слушай а вот на самом деле вопрос отчитатели кончились меня еще парочка своих есть я тут у меня есть знакомый предприниматель москве в москве он двигается с этим из моем беленьком да это ты на не повлиял я купил все кучу белых рубашек теперь нашу это кстати повышает чек серьезно люди видят что ты ты не абсос какой-то нормальный человек вот и поэтому платят вот слушай мой вопрос у меня есть приятель в санкт-петербурге у него эти бизнес такой средний 100 человек занимается разработкой вот и мы с ним поговорим он пытается расширяться вот и мы с ним поговорили он год я хочу до 200 человек довести размер бизнеса я говорю да классно тебе там у тебя и доход два раза вырастут он будет хрен тебе доходы вырастут на треть на самом деле если компании будет там 400 человек то в два раза вырастут относительно 100 ну то есть типа нелинейно растут доходы когда у тебя количество людей больше у тебя также нет это зависит от организационной структуры когда у тебя узкое горлышко как бы в одном месте то да ты чем больше тем больше в моей структуре как я допустим делаю меня я могу безгранично брать потому что у меня суть работы компании или команды это не то что вот все в одно место идут у меня дизайнер плюс ведущий специалист ведущий дизайнер плюс менеджер и вот это вот два человека я их могу хоть тысячи взять почему потому что связующие звено этой системы по которой они работают единственное что мне нужно будет сделать это обеспечить их количеством заказов а это другая система которая также обеспечивается то есть это зависит от структуры есть структуры как бы горизонтально есть там вертикально я не знаю как у него сделано если у него так что он типа 100 взял и короче где-то у него там затык потому что должно расти ну примерно сколько человек 100 вот смотри у меня дизайнер есть дизайнер которому я заказ отдаю он 50 процентов себе забирает условно 50 компания оставляется то есть это два дизайнера то соответственно получается два раза больше если 10 или еще и узкое горлышко там где он не может где у него деньги теряются скорее всего теряется на офисе на каком там бухгалтерии на налогах еще на чем-то на зарплате как это минимизировать на постоянных расходах я имею ввиду минимизирует очень просто офис ты онлайн выводишь второе менеджеров выбираешь у тебя система остается в которой они сами знают что делать и зарплатный фонд допустим ты предлагаешь и п ну и мы организовать либо самозанятых то есть надо по-другому просто организовать и тогда будет нормально потом ты встроишь финансовую модель и у тебя сходится это все делается не перестройка компании которые не выработать я бы и не трогал я бы ее либо продал вообще полностью если она работает и новую бы заново построил из продать и компании всегда выгоднее переупаковать бизнес и продать это всегда классно вот либо суши ассен погоди секунду а вот сколько стоит студии снял снислава орехова сколько ты продал миллионов 10 я думаю есть всего да ладно да я могу купить студии станислава орехова давай продам квартирущей процент и ипотеку еще возьму и да но это но это немало и такой это будет клон потому что же не можешь взять мое имя эти систему отгружу и научу тебя в ней работать в такой же вот поэтому например это входит в 10 миллионов рублей линия то есть типа что и завод есть я например такое согласен вот и 10 миллионов что что я получил смотри у меня такого предложения нет эти примерно сказал ту сумму в которую можно начать разговор у меня есть предложение там ну смотри у меня есть предложение какие за 300 тысяч мы делаем вместе с тобой студию то есть ты свое адаптируешь я тебе помогаю за миллион двести эти документы у организационные помогаю внедрить как бы внутреннюю организацию отдела производства сделать за три миллиона примерно еще помогаю настроить продажи привлечения вот за 10 соответственно я мы уже можем говорить о том что каком-то более плотном партнерстве если ты допустим инвестор и у тебя нет людей кто будет делать мы говорим наши дизайнеры помогут то есть и заказы приводи наши дизайнеры помогут тебе все это организовать плюс мы тебе дадим портфолио ну наше портфолио в качестве но не то что это вы делали а в том что ты можешь презентовать это к примеру если ты это этично вообще да и сейчас объясню как смотрим как это работает что допустим ты у тебя есть знакомые какие-нибудь там арабские шейхи вот и ты хочешь им предложить они тебе говорят давай замутим какую-нибудь дизайн-студию а ты как бы куда деться ты вообще ничего не понимаешь ты приходишь ко мне говоришь мне нужно там портфолио материалы еще что-то я буду там тебя продвигать буду говорить что это моя студия например да и на меня работают из между несложно и скажу что пусть он в этих буклетах с моими работами идет к шейхам и говорит что вам буду делать вот эти ребята ну то есть мои я их найму то есть получается мы будем наемными этими самыми дизайнерами в его компании вот примерно так и он не называет единственное что это студия санислава орехова называет это там не знаю там иванов и партнера пожалуйста это нормальная схема абсолютно рабочая и так делают когда крупные эти компании продают там дают на собственникам деньги да но этапами он должен там допустим за год или за два работая там внутри довести до каких-то показателей и это не эксклюзив если эксклюзив то это там наверно больше какие-то суммы имеет смысл то может быть не за 50 миллионов я не считал что мир пока это не планировал наш мне выгоднее даже 50 это мало зачем я могу пять таких студий сделать пяти разными людям которые хотят пяти разным шейхом разных странах продавать то есть это уже более интересно и к вопросу типа чем рынок ограничен да ничем потому что ты можешь продавать не только дизайн то можешь переупаковывать это в создание студии продавать это уже дальше то есть это как бы уметь просто нам делать и заниматься разложил разложил слушай и конечно приятно на 50 миллионов рублей можно еще один или два этажа авто он доминостроить ну в этом наверно нет уже можно новое построить можно а для этого служишь до 20 как с компанией 30 миллионов там земля стоит можно вот покупать рекомендую понял суши интересная штука на самом деле с портфолио что ты показываешь портфолио и штаны мешких ребят мне кажется чем войти так тоже делают я слышал похожие модели отличная тема да и ты никого не обманываешь вот я с партнерами и самое главное мы-то это сделаем то есть одно дело ты просто украл с интернета я видел очень часто мои картинки где-то там интернете и ну окей украл ты пришел к шейхам да и тебе говорят ну давай делай а делать ты не можешь и все и там голову с плеч или как там них принято вот так ты пришел ко мне и я за каждую работу отвечаю и собственно и мы сделаем точно так же как как мы сделали классно мне казани была студентка дипломный проект писала она взяла статью в тинько журнале переписал ее все поменяла там алексея на петра там двух детей на трех детей ну короче типа рирать сделала и приносит статьи она прям очень хорошая статья такую вау офигеть неужели так человек мог научить прям так статьи делать награда я сама написала вот я игру 5 прям 5 с плюсом а потом не другой студент пишет на сергей смотри я на стенку журнала зашел на такая же статья вообще такая же по стиме на другие ну да типа ну вот но окей получил на пятерку а дальше чем она тема взяла или нет не не та же тема там как сколько стоит нанять няню там если по на другим взяла то пятерка была бы заслужена потому что перенос какой-то тема с одной на другую это очень классно то есть ты даже можешь рекламу подсматривать у нас тут фитнес-клуб допустим висит говорит там я каждый месяц у них новая реклама я каждый месяц проезжаю на автомобиле и смотрю вдохновляюсь ты должен покупать абонемент и не ходить знаешь как полагаю уже покупал и не ходил да и чем знаешь забавная штука они продают больше абонементов чем у них емкой зала но потому что не понимает что половину людей просто не будет ходить я ходил на самом деле потом просто таиланд уехали мне нравилось тут прям классная тема я понял блин хорошо слушай и самом деле у меня вопросов больше нету а последний вопрос от себя задам давай закончим оставлю тебя на дне своим первым заказчиком слушай смотри вот такая ситуация мы частично я уже затрагивали в наших разговорах вот есть клиент клиент просит допустим сайт переписать и ты пишешь сайт а он просит прямо показывает на твой текст говорит давай заменим вот здесь вот твой текст напишем молодая динамично развивающаяся компания вот здесь напишем мы оказываем полный спектр услуг а вот здесь напишем мы ценим ваше время чтобы вы быстрее дозвонились видите телефон через 15 минут призванием так вот есть прям ухудшает текст заметно так делают там как двухтысячные делали вот такой плохой продающий текст хотят вот как бы ты лично в такой ситуации разруливал как бы ты доказывал клиенту что ему это не нужно на самом деле но откуда ты знаешь что ему это не нужно но это это справедливо но просто ты же сам понимаешь что ну то есть зачем тогда ухудшать сайт блин часик странно сказал сейчас попробую сформулировать есть гипотеза что клиент находится в плену стереотипов он просто не знает как он смотрит на какие-то трешовые примеры какие-то дурацкие сайтов инфобизнес какого-то в интернете фиг знает что и думаю что они работают вообще также надо но октября пришел писать сайт так да ну ты можешь сказать слушай дружище как бы я сделал я сказал вот так да 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 я принесла у меня точно так же там бывает в дизайне мы что-то делаем смотри ты как бы меня нанял в данном случае я как бы не там сумасшедший художник а ну по сути мы выполняем то что ты хочешь и если ты нас нанял ну как бы странно что ты просишь нас что-то там свое делать с одной стороны то есть послушай наше мнение профессиональное да то есть как как надо вот но заказчик все равно ты и решать тебе если ты скажешь что так написать вопросов нет я как бы тебя напишу как ты хочешь но как бы без проблем авторство условно снимается это будет твое авторство и твоя ответственность вот может быть действительно его клиенты так и будут покупать типа заказчик платит пляшем в костюме бобра на красной площади грубо говоря да абсолютно верно просто ты как ты делаешь ты должен убедиться что он тебя услышал ты должен сказать примерно следующее что смотрите я считаю нет ну это плохо это не будет работать и я так бы никогда не сделал и вам бы не советовал но как бы мы все договором связанная по договору должен тебе сделать так как ты хочешь и там пожалуйста мы можем сделать но как бы я против этого все и сделать ему если он действительно это услышал это понял ну сделай и забудь про него и все какая разница хороший совет иначе ты будешь делать иначе ты будешь ним спорить больше там чем бы новый заказ делал тебе то это зачем и не спорить заказчикам это прям очень плохое дело особенность я видел как другие редакторы там так книгу ильях во показывают мол типа или яхов и так нельзя писать да какой блин заказчик скажет никакой делать что мальчик говорит да конечно у меня есть от своей стороны совет как я иногда поступаю таких ситуациях я я приношу заказчику два примера один пример а часто в моем случае раньше выступал бортовой журнал аэрофлота заказчик хочет типа дорог богатые солидно я бы смотри как узнали аэрофлота пишут а мне пишут молодая динамично разваливающаяся компания тут пишут попроще ну как бы серьезнее взрослее а с другой стороны приношу другой пример а вот кого-то такого дурацкого сайта али инвестиции 78 кавказ что-нибудь там регион приношу игры смотри вот вот у тебя так такой же текст будет какой этих ребят ты хочешь такой же быть как они закачивать не 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 вот давай как аэрофлота тогда все договорились значит пишем по-человечески но смотри первое что тебе скажу это лишняя работа второе ну ты бы меня не убедил сказала приведи мне пожалуйста сергей вот все хорошо да вижу что тут как-то колхозно тут нет но мне же нужно никак колхозно как нет а где цифр больше и откуда ты знаешь что плохие тексты инфобизнесменов продают хуже чем хорошие там илья условного вот данных нет это правда да и если ты вступаешь на путь какой-то доказательной темы или там предложений то возникает вопрос ну а давай дальше тогда будем до конца все это дело предлагать вот поэтому то что ты как бы делаешь и опять потом опять же ответственно себя сергей это ты меня показал переубедил а вот у меня да мне теперь не продается примерно так не слышались вопрос не в этом а просто все в ощущение текста но это как не знаю как если бы чек хотел например только денег бы заработать побольше он бы наркотиками торговал я бы тебе хотела поздно и я птина деваться он бы турацкий свитер на смотри в этом случае я бы тебе рекомендовал тоже альбом делать такой большой то есть и там был такой опрос типа каким тоном вы хотите общаться заранее чтоб не писать вообще не то и это можно отсечь всех не тех заказчиков в самом начале то есть какого стилит их вы хотите то есть условно вот так делать так нет и можешь один раз делать как аэрофлот я там делаю а как там пром компания не делаю и все у тебя как бы на этапе они фильтрации чего сеются а кстати я сейчас напоследок расскажу историю но это мы сегодня закончим я раньше работал с таким человеком и зовут ты медиа менеджер московский вот и к нему приходят к заказчики зато что называется сервисный дизайн он как бы проектирует сервисы он считает что ему нет разницы сделать дизайн буклета или дизайн завода но то есть это одним одной системой по сути решается и в часть этой системы это опрос а клиента чего он хочет он приводит клиента стоит такая доска бумажная и он пишет слова как бы пары слов например спокойный дерзкий потом он пишет современный классический потом он пишет примеру смешной серьезный пару пару как бы антонимов сами заказчику руки дает маркер и говорит а вот теперь поставь как бы да где в какую сторону ты хочешь заказчик смотрит на это и ставит посредине везде ну как бы что-то и не серьезно и не смешное надо все понятно отлично вот теперь я понимаю и сделают фотку клиенту хойнут это рвет на хреном ребята делаем как нам надо короче вот потому что клиенту это такая фишка что она такая фейковая это регулятор который ничего не регулирует как бы он просто дает клиенту возможность поучаствовать в процессе а потом через войска вспомнит куда он ты залучил ставил какой-то менеджер там который вообще ничего не понимает если ко мне пришли я бы серьезно бы к этому относится так вопрос если он работает с тупыми менеджерами которым вообще пофигу тогда да если там собственник которые за развитие бизнеса но как бы он как минимум задаст вопрос к чему это нужно ли это зачем она но я бы задал убедился бы что мы делал правильное упражнение что это будет использована потом он пришел сделал как нужно так секундочку я тоже сфоткаю во первых и через месяц когда бы он пришел сказал слушай дружище а ты как бы что-то спрашивал тогда что ты мне там лапшу на уши вешал я тебя заказывал серьезно это мне с юмором извините то есть это говорит этот уровень его закат ну как заказчиков и как он к ним относится но мне кажется то есть это немножко тоже странновато слушай вот эта тема интересная она есть я сейчас эту методику просто делаю тоже она называется с когда ты по ценностям делаешь есть круг такой ценности там шварц и рокича вот они использовали историю и вот то что ты сейчас говорил это типа вот в какую сторону вот эти вот все таблички но почему это важно использовать потому что ты это используешь как раз таки я как раз наоборот за это использование и считаю что это важно особенно в личном бренде в компании они стремятся все охватить то есть как бы с наверное с этой точки зрения компания она там много разных продуктов и каждый продукт какой-то может быть эко продукт какой-то может быть там более рискованный да какой-то более консервативные да там как банки разные вот эти вот пакеты в этом случае да если тебя большая супер корпорации но если ты личный бренд у тебя по-любому есть либо там ты смешной да либо ты консервативные либо ты умные либо ты там общительные да какие такие вещи разные и там как раз этот круг очень можно использовать и я вот рекомендую наверное все таки с этим ознакомиться скоро я выложу я доведавливаю эту тему вот и ее использовать как таза и вообще в целом хорошая штука договорились ждем ну что на этом у меня все вопросы боюсь кунти еще историю расскажу ты еще с кем не поцапаешься ты мне ни с кем не поцапался ты как бы навешиваешь 3 приберегу на следующий раз ты это хитрый шут ты знаешь как 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 это хочешь как бы раз разжечь разжечь вот разжигатель ну почему бы нет расширили пожар как пожалуйста как потыкать палочкой в осиное гнездо вот как раз а где-где где потыкай да потыкай я ответил я сейчас я сейчас сейчас ребят слушать я щас аккуратненько сведу станислав гнев станислава к финалу и на линии не закончим нет нет я только за не я люблю знаешь чаще дискуссии очень тоже важно на самом деле потому что я вот больше всего люблю какие-нибудь такие вот вопросы прижать куда-то выступать там кивают все классно понятно потом нифига не делают вот один раз краснодаре что ли был какой-то мужик профессор или кто-то такой вот ведь я вот все послушал послушал ведь я хочу вопрос задать поднимает руку и вот начинает так это меня список вопросов и вот 10 пунктов где не сам не согласен и начинает и вот это вот самое интересное потому что согласны как бы ну да все логично нормально а человек как бы заморочился у него другая точка зрения он готов ее обосновать и он как бы задает этот вопрос и в этой дискуссии когда я отвечаю самое интересное возникает отлично варю чая налью я тоже выпил но но к сожалению работа работа не дает так ну что бизнес-план давай чтоб не отрываться эти тоже как бы возьму за эти самые давай давай давали домашку соответствую прокачаем значит мы сегодня поговорили о том что ты хочешь сделать бизнес-план по продвижению наши встречи канала если они интересны как ты планируешь зарабатывать с этой темы и ну создать какую-то методичку мы ее разберем и посмотрим как из этого сделать какой-то бизнес в котором ты поговорили же тоже долю я заберу это качество домашки давай до недели увидимся и как раз продолжим а друзья напоминаю что любые вопросы ли станислава адресуйте мне мой контакт вы найдете собственно собака король в телеграме по крайней мере находите без проблем либо оставляйте комментарии под записи в канале станислав орехова мы с вами видимся через неделю станислав пока не пей очень много вина хоть она полезна для печени но все-таки не очень много сейчас я напишу личинку бизнес-плана ты просмотришь а там и решим пока мне нечего тебе договорить отдыхай напишите получится ли у нас чего-нибудь сделает ли сергей мы голосовалку сделаем в канале в окрасе можно ставить деньги даже наверное да кстати на десятки сергей пишет у нас как приглашенный редактор в канале всякие интересные постики видео и картиночки с юморком это вот больше вот от него вот поэтому приглашенные авторы значит и меня еще собственность канала не отобрал погоди и так удалить тебе канал вылежно шучу шучу нет не удалю ничего спасибо друзья спасибо станислав увидимся сами через неделю оставляйте комментарии распространяйте друзьям пишите все всем спасибо пока все пока